Значит, мы поговорим сегодня опять о воздухоплавании. Значит, мне эта тема чрезвычайно близка по той простой причине, ну, как в известном анекдоте про сионистский митинг, о том, что все выступают сионисты и говорят, что все выдающиеся люди были евреями. А почему? А, и Ломоновцев? Да, ну там Эйнштейн, Минковский, Ломоновцев. Ну, Ломоновцев-то почему? Так вы разве не знаете бывший Орененбарум? Да? У меня история примерно такая же, потому что у меня бабушка с материнской стороны и дедушка выходцы из окрестностей города Чеплыгин. Это город раньше Воронежской губернии, теперь в Липецкой области. А Чеплыгин – это известный наш специалист по теоретическим основам воздухоплавания. Ну, то есть, по полетам. Вот, поэтому у меня к ним отношение к газодинамике примерно такое же. В честь его переименований в город? Да, да. Да, самое смешное, что город был почти Орененбаумом. Он был, по-моему, не Орененбаумом, а Оренбаум был. Как-то вот еще. Похож был очень. Другое было звание. Я забыл, как он назывался до этого. А переименовали в бывающего советского ученого имени. Просто это как? Чеплыгин. Чеплыгин. Город Чеплыгин. Недавно попал в сводки всех новостей. По той причине, что там человек, которого местный вор в законе отказывался короноваться, короновать, убил этого несчастного вора в законе. Это было ужасно просто. Ужасно. Это была страшная трагедия, достойная всех новостей. Лилию. Значит, еще раз кажется такое вот ощущение, что летать гораздо приятнее, чем ездить по земле. Не нужно дорог, мостов, в том числе крымских. Не нужно вообще ничего. Это другой способ проселения гаража. Одно дело, когда ты стоишь в пробках, направо поехать к перевозок. А другое, когда ты взял и полетел. Ты можешь жить на расстоянии 200 километров и за несколько минут прилетать на дворцовую площадь, парковать там свой биплан. Можно оставлять в Висячем. Или где-то еще и ходить и гулять. А потом опять улетать. И соревнулись с соколами, ястребами, голубями и комарами на свое родное болото. И там жить спокойно. И недвижимость не будет стоить ничего, потому что это столько стоимость труда, а не стоимость земли и на самом деле окрестная инфраструктура. Потому что, к сожалению, стоимость квадратного метра включает в первую очередь стоимость окрестной инфраструктуры. Есть у тебя дороги, нет дороги, есть метро, нет метро и так далее. Поэтому вот этот стартап Лилиум нам сейчас и будет интересен. Я расскажу о нем пару слов. Вообще говоря, первое замечание. Вот Сергей Борисович Переслегин пишет, например, ну такое полушуточное исследование, по-моему, ФАО-1. Ну спросили английских ученых, а возможно ли ракета такая управляемая, которая долетит с территории Франции до Германии. А тот им отвечает, значит, ну нет, почему? Ну очень тяжело. Ну там лампы, шестеренки и самое главное аккумулятор. А ракеты бац и долетают. Ну, наконец, одна не разорвалась, подошли, вскрыли. Видят, что все как они и думали. То есть это лампы, шестеренки и все кое-прочее. А посередине там лежит маленькая батарейка, на которой написано Energizer. То есть простое улучшение в одном компоненте, то есть просто в батарейке, да? Она позволяет достигнуть принципиально иного качества техники. Ну, прорыв какой-то совершит. В чем, почему, например, у большинства современных лайнеров всего два двигателя? Потому что четыре гораздо дороже. А двигатели от современного лайнера занимают порядка 40%. Да, 40% цены это его движок. И вот у нас оказывается, значит, эта ситуация, что мы не можем повесить много двигателей на самолет. Поскольку в последнее время это будет очень дорого. Проще поставить два, три, на худой случае четыре, а все остальное уже от лукавого. Потому что чрезвычайно дорого. Ковер в самолет, да? Да, ковер в самолет, типа. А представим себе, какие двигатели дешевые. Дешевый двигатель – обычный электрический двигатель, который пропеллер или электрический движок. Но что для этого нужно сделать? Тебе привод не нужен механический. Да, ты всего этого не нужно. Ты провод проложил по крылу, у тебя можно хоть 50, хоть 60, хоть 70, хоть 80 этих двигателей, и ты можешь на самолет повесить. Поэтому сейчас хочется сказать несколько слов про то, почему самолет летает. Потому что я нигде не встречал данных об этом, чтобы это было просто рассказано. Вот, например, вы возьмете гидродинамику, Ландау-Лив, по-моему, 9-й или 10-й, там 6-й, да? Там будет много слов, но в физической сути, почему самолет летает, там было не сказано. Вот все вот так думают. Вот это на самом деле не правда. То есть это отчасти только правда. Ну, как это обычно объясняют, почему самолет летит? Потому что они говорят, вот у нас есть труба, обычная труба, если мы, значит, ее сузим, то скорость здесь возрастет. И давление при этом упадет. Вот здесь скорость медленней, давление больше. Скорость выше, давление меньше. Поэтому давайте-ка... Как в таком беремоге, да? Давайте-ка сделаем вот такую штуку. Вот возьмем, допустим, вот такое крыло летит у нас в воздух сюда, летает, тогда у нас здесь он огибает, у нас скорость выше. Скорость выше. А снизу у нас скорость меньше. Здесь давление меньше, и у нас возникает подъемная сила. И все об этом как бы так говорят. Но когда мы посмотрим на реальные самолеты, мы видим, что самолеты запросто летают кверх тормашками. Захотели, летают кверх тормашками? Он и уронами компенсирует. Он, да, он берет вот так, его наклоняет немножко, и тем не менее. Но что забывают, что является на самом деле в самом важном крыле? А самым важным крыле является совсем не такая конструкция, а острая кромка. Острая кромка. То есть крыло у нас имеет вот такую форму. Вот она такую, и здесь у нас идет острая кромка. Вот такое у нас крыло. Может, мы разничьем? Да, да, да. Потому что, что здесь произникает вот в такой конструкции? У нас воздух сюда летит, воздух сюда летит, а давление здесь меньше. И тогда его начинает засасывать сюда. И все, и пропала подъемная сила. Он упал. А острая кромка позволяет ему вот улетать обратно, но ни в коем случае сюда не загибается. Вот у нас все время туда летит, летит. Есть самолеты, которые летают вверх тормашками. Не, он закручивается, но значительно удача. Да, да, да. Ну, то есть он не засасывает у сута, не встречается с яичным потоком, и у нас не изменяется вот эта штука. Есть самолеты, которые летают вверх тормашками, это можно сделать, но нет самолетов, которые летают к острой кромкой вперед. То есть они вот назад вот не летают вот так. Такого нет. То есть мы видим, что у нас есть круглая поверхность такая, закругленная вначале, а потом вот такая капелевидная. Но бывает, что поток этот действительно срывается здесь, и вот и происходит такая вот вещь. Как можно с этим, значит, процесс этот использует. Допустим, здесь острая кромка дальше идет. Но один из них состоит, что мы можем сюда поставить двигатель реактивный, который будет эту поверхность обдувать. За счет этого будет выше подъемной силы. И такой самолет в России был построен какой-то там, который используется в основном в полярной территории. А почему в полярной? А потому что реактивность строя двигателя обдувает крыло. Крыло, да. И лучше, чтобы это крыло охлаждалось еще при этом. И летать так долго не может. Но действительно, выдающиеся события бывают, но достаточно быстро он вырастает, потому что здесь при обдуве опять возрастает сила подъемная. Но здесь скорость же больше, увеличивается скорость. И отсюда возникает подъемная сила. Что придумали ребята из стартапа Нилюма? Они построили вот самолетик вот такой. Такой вот в этом, в разъерезе. Вот он вот такой. Любой может его ролик скачать и посмотреть. Достаточно интересное впечатление. Вот он такой. Видит его сверху. Вот здесь маленькие крылья и вот здесь стоят многочисленные поворотные сопла. Я их по 4 штук и прошу. Их там 8. На других проектах еще больше. И здесь они тоже в большом количестве. Когда это стало возможно? И по 2 еще к тому же. Когда это стало возможно? А когда он стал электрический, и стоимость вот этих двигателей вдоль вот этой кромки, которых там порядка 30 штук на нем, она риск упала. Вот тот самый случай. Опять, если мы его посмотрим... А других двигателей нету. Только такие? Только такие, да. Вот у него поворотный. Вот он здесь стоит, вот здесь такой вот движок. Его угол может изменяться. Вот это его крыло. Вот одно маленькое крыло, вот второе большое. Здесь тоже точно такое же. Что он делает вот этот? Он засасывает сюда воздух. В результате здесь вот поток ускоряется. И сюда вниз отбрасывает. То есть, у нас сейчас работает как вертолет, а с другой стороны он использует динамические свойства крыла, поднимая свойства, повышая здесь подъемную силу. И что он может сделать? Он может лететь с места. Вот за счет такого эффекта, за счет мощности. А в чем еще прелесть этих электрического двигателя? А то, что он сохраняет свою мощность на широком диапазоне скоростей. В отличие от автомобиля обычного, где ему нужна коробка передач, а он как у троллейбуса. Ты его просто можешь раскручивать как угодно высоко. Это очень удобно. И вот они эту штуку делают. Вот здесь кабинка посередине стоит. И вот такая штука, она совершенно летает. Обещают через три года. На самом деле, сделают лет через 15. Она модель 1 к 3, по-моему, красиво взлетает. Может прилетать большое расстояние достаточно в будущем. Но она на батарейках, поэтому не очень. Да, но его крыло надо для того, чтобы до взлета и посадить. Да. А когда он туда летит, значит, он приходит на обычный режим, это они вот здесь переворачиваются. Модель, я видел, по-моему, вот эти не переворачиваются, а переворачиваются только передние. Вот, передние. И они начинали в основном толкать, а эти так и работают в таком режиме. Они здесь по два штук. Просто достаточно красивая идея, которая основана, на принципе, батарейка именно нет в жазерах. Если у нас действительно сильно, то есть раз в сто, упала стоимость движка электрического, Так же есть? Да. И вот так и упало. Раз в сто. То почему бы их не поставить 30 штук? Это же будет дешевле, чем когда-либо. И батарейки к нему. Да, за счет чего она такая-то упала? Научно-технический прогресс. За счет чего упала такси? Ну, не знаю. Может, раньше мы ручной вам носки моздали. А сейчас зовут автомат. Ну, вот упала. Вот очень сильно. Ну, там все моменты золото и магнит. Вот. Она вот так, если упала, то это стало возможно. И стали возможны подобные красивые решения. Ведь вылета. Там только два двигателя, которые обдували крыло. То есть они небольшой участок за соплом обдували. А здесь работают со всей поверхностью крыла. Со всей. Со всей в этом лилиуме. И это показывает, что можно изобретать не только велосипед, но можно изобретать новое транспортное средство. А теперь представьте себе, если этот движок, у него будет другой привод. То есть там будет электрический генератор очень более высокой мощности и значительно более легкий. Вот такой будет... Да, да. Ну, генератор генерирует. Электричество будет что-то. Он-то сейчас на батарейках. То вот таким образом. Но нас очень интересует аэродинамическая схема. Вот аэродинамическая схема, вот она использует это условие крыло, крыло, но вертолета у него, как бы, крылья, они вращаются. Два. Сверху. А здесь, как бы, крыло остается неподвижным. Вот как у нашего Ила. Остается неподвижным, но за счет вот этого набора движков он может, как бы, взлетать на месте. Представляете себе ситуацию? То есть, удается крыло, начинает помогать работать вот этим соплом, как бы, реактивным. Помогает работать даже на взлете с места и посадке. И там сейчас несколько десятков человек уже трудятся. Они пока придумывали, что он будет чисто туристическим. Он будет залетать с поверхности небоскрыва в Америке и возить народ в аэропорт, допустим. или просто по городу, как читать. Но он много не полетает, потому что батарейки. Но тем не менее, вот такая аэродинамическая схема показывает, что мы можем модернизировать что-то достаточно очень сильно. То есть, нам важно сейчас стоимость энергии, хранимой на нем, сильно уронить. Уроним уже на порядок. Вот такая штука, она простая, дешевая. Дизельный генераль-то тяжелый. Тяжелый, и у КПД у него низкая. Вон Вовик. Алло. Да, Волота. Не, ничего, живем. Ну да. Ну хорошо, подъезжай давай. Да, ну приедем? Да. Ну давай. Я так обрадовался. Ну Вовика любит. Вовика Жене рассказал, что у него член особо большой. Женя это всем теперь сообщает. Все? А вот я хотел спросить, а чем эти двигатели-то? У них пропеллеры стоят, что ли? Да, да, да. Пропеллеры, пропеллеры, да. Ну маленький, компактный двигатель, но он уже очень компактный. Очень легкий, очень маленький, очень прелесть. А ты дизель... Ну это от роботов пришло-то вообще. Ну, да, от роботов. Потому что последний сустав, ну вот первый, он несет второй, третий, четверти, пятый, шестой. У тебя... Второй, четверти, пятый, шестой. При дизеле очень неэффективны все-таки преобразования энергии. У нас единственное, кто удавалось сделать такую штуку, это на Белазах в свое время. Ну там или как колесо. Да, или так. Ну смотри, это у меня знакомые... А, и на подводных лодках еще. Знакомые это, конструю конструктор на хода. Нет. Двигатели для... Видите? Танкорета. Для истребителей готового калиния. На МПО-салют. Ну. И он говорит, я уж не помню, то ли на СУ, то ли на МИГе. Ну. Как он-то. Там турбины по дизельному циклу работают. Ну. Там же хитро. Сам дизелек, то он... Это у меня только вот... Смотри, там... как получается... В обычном дизельном двигателе фазы распределены во времени. А в реактивном двигателе они в пространстве. Ну, редукция времени произошла к пространству. Ну, непонятно. А так, такой же дизельный цикл. Ну, на самом деле, так и есть. Может быть. Не знаю. Я не знаю. Они так не построили, я так понимаю. А вы и не построили. А не построили, так и будет четвертое покорение. Плюс, плюс, плюс. Плюс, плюс. Сделают. Плюс покорение будет три плюса. Плюс, плюс, плюс. Продолжение следует... Продолжение следует...